Всем привет, дорогие зрители! Это блог-влог-программа, проект номер один о хоккее Казахстана головой облёт. Большое спасибо, что смотрите меня. Обязательно поддержите это видео добрым комментарием, лайком. Ну, посоветуйте его посмотреть своим друзьям. Это всё очень важно. Вы сами видите, что сейчас происходит в мире. Я даже об этом говорить не хочу. Но и в нашем хоккее, надо сказать, тоже неспокойно. Обещаю, в следующий выпуск я посвящу ситуации в Торпедо. Мы поговорим с болельщиками этого клуба, с теми, кто сейчас находится в команде, кто уже не в ней, с экс-руководителями этого клуба. Всё обязательно будет. Также поговорим о Сарарке на континентальном кубке, о продвижении Бориса в КХЛ. В следующих выпусках обязательно всё это осветим. Ну, а сегодняшний эфир будет посвящён человеку, который стойко, героически, мужественно борется за свою жизнь. Дело в том, что два года назад в одном из матчей чемпионата Казахстана хоккеист Александр Долгушев, наш хоккеист, ну, я его так называю, потому что в хоккее для меня лично нет национальности, поэтому это тоже наш парень. Он очень долго играет в чемпионате Казахстана и очень много полезного принёс нашему турниру. Он потерял сознание. Позже у него была диагностирована злокачественная опухоль мозга. Он перенёс две сложнейшие операции, целую серию сложнейшей химиотерапии. И всё это время, ну, вот на связь так вот глобально с медиа не выходил. Я лично сам узнал об этой ситуации вообще совершенно случайно. Дело в том, что вот из-за определённых моментов, из-за высокомерного, реально, поведения руководителей хоккейного клуба Алматы, я перестал смотреть ленту этой команды. И вот когда всё это произошло два года назад, я просто это не видел. И потом в комментариях, спасибо вам, дорогие зрители, головой облёт, реально большое уважение, написали в комментариях, почему вы не рассказали об этой ситуации, не связались с Александром. Я начал искать информацию и прочитал обо всём этом. Но на тот момент Александр уже был на операции, ждал долгий восстановительный процесс. Я в эту ситуацию, то есть я не стал ему мешать. Естественно, мы тоже, я публиковал информацию о сборе, который великоастанские хоккеисты. То есть в этом мы непосредственно поучаствовал в проект «Головой облёт». Вот. Ну а сейчас, я надеюсь, всё хорошо и ситуация нормализуется. И я вышел с ним на связь. И, честно скажу, меня приятно удивило то его, тот позитив и то, как он вышел на связь. То есть это совершенно невероятно позитивный, невероятно добрый парень. Как он, как будто ничего не произошло и не было этих вот двух лет отсутствия в нашем чемпионате. В общем, вы сейчас сами всё услышите. Я надеюсь, выпуск вам понравится. Два года лечения, да, две тяжелейшие, такие сложнейшие операции. Как ты себя чувствуешь? Где ты сейчас находишься? Расскажи немного. Нахожусь дома, в Челябинске, с супругой. В Питер планируем подъездить. Ну, он плана обследования. Сделаем там всё. Потом подправим это всё онкологу. И будем ждать от него дата после 12-й химии. А так вообще всё спокойно, всё хорошо. Но химиотерапию ты ещё продолжаешь, да? Ты говоришь, у тебя последний курс остался. Да, да. Вот и может быть. Потому что после ПЭТ-КТ всё возможно, что мне не надо будет её делать. А может, всё-таки последнюю сделаем. Ну, а вот насчёт самой опухоли, которую обнаружили в голове, её, ну, то есть там полностью удалили, да, вот эти две операции у тебя было. Это какие врачи делали? То есть ты в Москву летал специально или ты в родном городе своём делал? Я в Челябинске всё делал. Первый раз делал, отдали на гистологию всё, пришёл в онкологию, мне сказали, у вас там хорошая опухоль, ничего делать не надо. Ну, и я и поехал на соревнования через полтора месяца после того, как меня прооперировали. И всё, и сначала на границе рухнул, сказал, что таблетки, а потом уже всё в этом, на матче. И опять нашли её, ту же самую. То есть ещё до матча в Рудном, вот того злосчастного матча, где ты упал в обморок, у тебя были предпосылки? То есть ты до этого ещё в обморок падал, ты говоришь сейчас? То есть это не после матча выяснилось? А от жары, скорее всего, упал, может, то, что это, всякое возможно, ну, полтора месяца назад операцию сделали, всякое возможно было. А потом вот на матче с Рудным поехали в больницу, в Омаке сделали МРТ, то же самое опухоль. Пришлось всё, собирать вещи. Ехать домой. Слушай, ну, несмотря на всю вот эту ситуацию, да, меня вообще поражает, я тебе говорю это по телефону, вот тот настрой боевой твой, тот позитив, как ты вот к этому относишься стойко? Скажи, пожалуйста, что тебе помогает, вот, ну, не впасть в уныние, в какую-то проблему, а вот так всё стойко переносить? Ну, жена, во-первых, тяпнет разок, и я хоть головой немножко думать начинаю. Пацаны из команды, да, все вообще, кто хотя бы как-то меня знает, даже кто не знает, все, кто помогал, всем огромное спасибо. Я даже уже не знаю, как это, как вообще говорить, потому что смущаюсь немного. Ну, твоей супруге большое спасибо, что, конечно, она вот так тебе помогает. Это всё-таки два года лечения, два года вот этой борьбы. Ну, почти два года, если, да, мы считаем, вот сезон. Ты вне хоккея. Расскажи, пожалуйста, налёт тянет? Вообще, делаешь ли ты какие-то физические что-то упражнения? Можешь, то есть врачи разрешают тебе, нет? ЛФК, плавание, собакой бегаю по утрам. Ну, ЛФК не делаю, в плавании не хожу, зато с собакой бегаем по утрам. А налёт ты выходил за всё это время или нет? Три раза. Три раза? Да. А расскажи, то есть это где, торговый центр, во дворе, где ты выходил? Или прям тренировался с командой? Ну, один раз с соседом и его дочкой поехали в парк просто покататься. Остальные два раза. Вон во дворе коробку за... На коробке во дворе, в общем, катался. Да. Понятно, что сейчас у тебя впереди финальная химиотерапия. И там уже у тебя врачи всё скажут. Но ты сейчас перед собой ставишь цель вернуться, как игрок на лёд? Или всё-таки ты уже больше часа продумываешь, как тренер вернуться? Ну, вообще, в данную минуту, грубо говоря, вообще пока не о чём. Я знаю, что казахстанские, ну, игроки наши, да, ребята, с которыми ты играл и по намаду, да, и в Алматы, они делали сбор, ну, то есть не увидеть это было невозможно. Вот скажи, кому ты в первую очередь благодарен? Ну, понятно, всем, кто участвовал, но вот кто те люди, которые вот всё это организовали? Кто пришёл к тебе на помощь первым? Ну, первое – это руководство Алматы. Что поняли, всё отправили. Потом Ушко, Тауа, Бажен, Сева, Яхант, все пацаны, которые вообще были. Нурсултан Бельгебаев, ему вообще салам, салам, салам. Если он там смотрит. Вообще всем огромное спасибо, что вообще помогли мне. Хотя как бы не нужна была помощь, но пацаны настояли, собрали, перевели. И как раз эти деньги сейчас нам очень пригодились. Ну, супер, ребята, молодцы все. Вот кого ты назвал и, может быть, даже о ком. Ну, понятное дело, что не всех, да, упомнить тоже тяжело, кто там. Но всем ребятам реально большое спасибо. И вообще спасибо зрителям «Головой облёт». Я вот рассказывал тебе, да, сейчас тоже в эфире хочу сказать, что я именно от зрителей «Головой облёт» узнал о ситуации с тобой. Поскольку из-за, ну, директора хоккейного клуба «Алматы» я, наверное, как раз-таки года два не следил за лентой «Алматы». Потому что, ну, реально, вот он так себя высокомерно вёл, что я вообще перестал следить за жизнью «Алматы». И тут мне кто-то в комментариях на Ютьюбе написал, что вот такое несчастье произошло. И я сам был в шоке. А вот расскажи, а болельщики писали тебе как раз-таки? То есть и «Алматинские», и… Ну, у «Алмата», понятно, не такая большая аудитория, там, может быть, а вот именно «Алматинские» болельщики. Нет, да. Видишь, такой я человек, что, как бы, мой номер тяжело узнать. Как бы, я же не хожу его направо-налево, не раскидываю. В «Контакте», в «Инстаграме», да, писали очень много это. Поправляйся, поправляйся. Тебе очень спасибо большое за это. Я говорю, я смущаюсь, капец. Да не, не смущайся, мы все рады тебя вообще видеть. Реально, вот здесь ребята, алматинские хоккеисты тебе тоже привет большое передают. Все рады мы тебя видеть, и всем интересно узнать. А помимо, ну, у тебя вот реабилитация, да, идет. А распиши немного свой день, вот как он проходит, чем ты занимаешься. Ну, пять дней на химию хожу сначала, каждый день. Ну, как хожу, уколы надо делать, таблетки пить. Вот пять дней, а 23 дня они, как говорится, отдыхаем. Ну, дома ты, то есть, ну, я знаю, что вот мы с тобой, когда в телефонном разговоре с тобой общались, ты говорил, что ты читаешь книги, что тебе супруга подарила. Да, Ведьмак. Фантастику читаешь, в общем. Ну, говорю, потому что этот, а недавно с ней посмотрели второй сценарий Ведьмака. И как-то зашли в магаз, глянули на книгу, да, давай, ну, давай, все, сейчас полетим, будем читать, а не в телефоне зависать. А вот скажи, пожалуйста, все-таки ты, ну, врачи, то есть, такая сложная операция, то есть, ты полностью доверял врачам в своем городе? Не было ли у тебя, не знаю, мысли, может быть, все-таки там в Москве прооперироваться? Потому что я знаю, что вот многие люди как раз-таки с онкологией такого типа, они как раз-таки в Москве оперируются. Или вот это полностью доверие было специалистам челябинским? Я не знаю, я просто тогда не понимал это, что у меня в голове и к чему это может все привести. Совсем недавно я увидел видео, где директор хоккейного клуба Алматы, Марат, он звал тебя на работу. Там якобы в Алматы открывается еще какая-то там молодежная команда, и он четко прям проговорил, мы сейчас это, конечно, покажем. Саша, привет, как твои дела? Надеюсь, все хорошо. Очень соскучились по тебе, вот. Всегда тебя ждем здесь, в Алмате. В скором времени мы объявляем набор 2007-2008 год «Дети. Резерв для молодежки». Вот. И, в принципе, могли бы предложить тебе работу здесь. Очень тебя ждем. Алмата для тебя всегда родной город. Двери наши всегда открыты для тебя. Как ты это воспринял и вообще готов ли ты возглавить вот именно молодежную команду Алматы? Я думаю, что он от своих слов, конечно, не откажется и доведет все до конца. Вообще, как ты воспринял это видео? Я вообще, то, что его выложили, я уже сначала не понял, в чем прикол. Мне сначала жена сказала про тебя там в инстаграме видео сняли. И все, я посмотрел. Нет, я очень вообще благодарен Марату Бакимбаевичу, что такое вообще, такой настрой. Но все зависит именно от моего здоровья. Так-то все шикарно, все хорошо, но то, что были потери сознания... Ну, то есть ты реально, да, как бы, это не просто так, скользко, там, красивые слова кинул. Это реально ты веришь в это? Ну, то есть это действительно предложение? Да, да. Мы потому что созванивались еще разок после этого видео. И, как бы, он, да, он сказал, что все, все, все хорошо, все, мы тебя ждем, главное, приезжай. Ну, дай бог, надеюсь и верю в то, что, даже не надеюсь, верю в то, что ты реально будешь с молодежкой Алматы еще колесить по Казахстану. Ну, вот в телефонном разговоре, когда мы с тобой созванивались, ты вообще даже сказал, что... Ты просто, наверное, сейчас стесняешься, ты вообще сказал, что даже бы готов... Ну, вы рассматривали вариант из Челябинска переехать в Алмату на ПМЖ. Так, разговаривали. Ну, на ПМЖ, кто нас туда возьмет на ПМЖ? Домой-то надо возвращаться? Нет, потому что вся эта ситуация, то, что происходит с миром, вообще, я пока воздержусь вообще от каких-либо комментариев, потому что мы сами вообще не знаем, что происходит. Ты вообще, наверное, сейчас на все это вообще по-другому смотришь, да? Все-таки пережив две такие сложнейшие реальные операции, химиотерапию и прочее, вот эти все какие-то там конфликты, вот эти все, это просто реально сейчас такая ерунда, да? Потому что, ну, в плане того, что на мир по-другому стал ты смотреть, как мне кажется. Нет, я до этого-то на него толком не смотрел. А как бы сейчас, я говорю, я телевизор только купил, когда чисто что в приставку. Я не кабельное, ничего не проводил. Соньку вон к Wi-Fi подключил и спокойно. Еще телек со смарт-дв, так что... Ну, смотри, мы уже выяснили, что ты занимаешься спортом, бегаешь с собакой, да, катался даже, уже выходил на лед. Это очень круто после такого восстановления. А за чемпионом Казахстана следишь? За какими командами? Смотришь ли результаты или просто наблюдаешь там в Инстаграме? Ну, я говорю, вот на ProLigas вот это подписан, который по Казахстану идет. Они же там постоянно выкладывают что-то. На Алмату подписан тоже как бы видеообзоры, если получаются у них выкладывать, я смотрю. А так посмотрел, кто как сыграл, там, кто лучше месяца, кто такой-то, такой-то. И все, матчи, к сожалению, я не включаю. То есть за эти два года ты, можно сказать, ни одной игры не смотрел? Ну, второй год только начался пока. Ну, ты вообще, я к чему спрашиваю, ты в курсе ситуации в хоккейном клубе Алматы? То есть, что они сейчас только дома играют, на выезды и не отправляются, денег нет у них? Я в курсе, как бы, ну, пацаны же там наши есть, почему, как говорится, все равно переписываемся. Все понятно, но бывает такое в команде, что с этим поделаешь. Ну, за перты что-нибудь обыграли. Другого аутсайдера, бедного? Ну, да, как бы, с пацанами главное, связь держим и все. Андрей Спиридонов тоже вернулся, понимаешь, там, денег нет, выездов нет. И еще и тренер вышел играть. Ну, героический его поступок, с его именно стороны. Расскажи, как ты, когда ты узнал, что Андрей Спиридонов возвращается, что подумал? Так, я составы-то на матч каждый раз вижу. Увидел просто Спиридонов, подумал, может, сын какой-то или брат. Это сам он. Это сам он. Спиридон, галстук Алматы тебе очень идет. Александр, тоже очень важный вопрос, не могу тебе его не задать. Все-таки ты привык зарабатывать деньги хоккеем, кормить свою семью, помогать близким. Вот сейчас у тебя такой возможности нет. Как ты, то есть, ну, на что живешь, грубо говоря? Насчет своей жены. А жена чем занимается, где работает? Скажи, пожалуйста. Где там это? Маркетолог и специалист онлайн-школы. И, ну, то есть, как бы, ваш заработок, это именно вот то, что жена сейчас зарабатывает, да? Нет, я еще одно время в доставке еды работал. Серьезно, в доставке еды? Было. Это Глова, Глова, получается, или как там? Ну, Рестостар. Это вот уже после операции, после химиотерапии ты был уже доставщиком еды в Челябинске? Ну, скажи, ну, понятно, что, да, задача прокормить семью, заработать, но насколько это тяжелый труд? То есть, ну, особенно учитывая, что ты физически был, да, после вот всех этих процедур вообще никакой. Насколько сложно было вот этот момент? Ну, я же говорю это, я в конце лета пошел. Думал, почему бы и нет, машина стоит, почему бы и не покататься. Ну, нормально так приходилось иногда кататься. Иногда вообще стоял подолгу. Как бы, как бы, всякий рабочий день бывает. Бывало, весь город два раза объеду туда-сюда, обратно. Ну, как бы, нормально было. Ну, и много ли денег заработал на доставке, честно скажи? Ну, если так, ну, больше тридцати точно. Больше тридцати тысяч рублей, да? Да. Ну, в хоккее больше зарабатывал, Матри, однозначно, да, получается? Да. Понятно. Ребята, сумма-то, в принципе, они ощутимую собрали, вот, когда был сбор среди казахстанских хоккеистов. Какую сумму собрали они на тот момент? Ну, если в рублях переводить, но, может, 1800 рублей. 800 тысяч рублей. Молодцы, ребята, молодцы. Реально, вот, респект этим всем игрокам, кто принял участие в сборе, на твое лечение. Это даже не то, что игрокам, это просто... Чуть ли не каждый житель, можно сказать, Казахстана присылал. Присылал. Нет, все, спасибо вообще, что... Хотя бы, вот, прям реально, кто помог. Какая-то у тебя диета сейчас есть специальная? То есть, потому что, ну, в принципе, я вот смотрю, да, по прямому эфиру, ну, не сказать, что ты много килограмм сбросил, в принципе, ты и на льду был такой примерно. Вот, расскажи об этом. Это ты сейчас меня просто уже в нормальной такой физической форме видишь. А после операции я, наверное, ну, полгода точно вообще есть мог почти. Да, ни суп, ничего, чая попью и все, на сутки хватает. А сколько килограмм сбросил ты тогда? Ну, килограмм восемь, наверное. Все уже отметили, что, несмотря на всю эту ситуацию, очень классный у тебя настрой, прям пример для многих, такая прям настоящая мотивация, и это только радует. Скажи что-нибудь, какое-нибудь послание всем болельщикам, всем, кто смотрел, помнит, кто ждет тебя здесь обратно. Ох, так, подожди, надо чуть-чуть собраться. Просто от души всем передай послание. Хочу передать привет сначала пацанам, которые были со мной в этот момент. Санне Ханжину, вот, тоже вспомнил. При нем я первый раз упал в номере. А так, всем огромное спасибо, Марат Бакимба, еще пацанам, болельщикам, всем вообще огромное-огромное спасибо. Без вас бы, я не знаю, как бы справился. Это была программа номер один о хоккее Казахстана головой облез. Спасибо большое, что посмотрели этот выпуск. Оставьте обязательно под видео комментарий. Напишите тему, которую вы бы хотели, чтобы я осветил в ближайших выпусках. Я все читаю. Также подписывайтесь на социальные сети, программы, на YouTube, канал. И в закрепе я оставлю контакт Александра Долгушева, если у вас есть возможность его как-то поддержать. Хотя он наотрез отказался от этого, то есть он был против этого момента. Но я все-таки оставлю его контакт, если вдруг вы захотите с ним связаться, узнать, может быть, какая ему помощь еще нужна. Может быть, в интервью он постеснялся это сказать. Поэтому обязательно связывайтесь. Ему будет приятно услышать даже просто вашу поддержку. Вот. Обязательно увидимся в ближайших выпусках. Я вас всех обнимаю. Это головой облет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова